Этот конкурс давняя история. Его с 2011 года проводит Окружной департамент культуры совместно с Музеем геологии, нефти и газа. Цель данного мероприятия простая и доступная. Развитие музейного дела, признание достижений музеев, совершенствование деятельности учреждений культуры. Из всех мероприятий, которые в округе проводятся в рамках культуры, то это единственный конкурс для музея. Если, допустим, для хореографов огромное количество конкурсов, для работников, клубных работников, библиотечных, то для музеев это единственный окружной конкурс, где мы можем действительно показать себя, показать свою работу, показать интересные проекты. Число участников этого конкурса год от года растет. В нынешнем году в творческом состязании было представлено порядка 70 проектов, в том числе в номинации «Музейная программа для детей» из Лангипаса «Заваленка». Автор Марина Вузикова. Программа «Заваленка» — это изучение быта русского народа, развитие интереса к прошлому, к истокам и обычаям русской семьи. Это жизнь русских крестьян, их труд, жилища, одежда. И, конечно, программа «Заваленка» имеет и духовную, и нравственную, эстетическую и патриотическую ценность. Это русское старинное прошлое. Марина Николаевна будет знакомить посетителей музея со старинными пословицами и поговорками, рассказывать о тех предметах, которые использовали хозяйки в русской избе, о том, как готовили еду. Наша программа «Заваленка» охватывает все возрастные категории. Это и дети, и молодежь, и взрослые. Как шили одежду в те старые времена, как они назывались. У нас в музейно-выставочном центре есть такой экспонат, как станок. Дети с огромным удовольствием смотрят, как вышивали пояски. Проект «Заваленка» стал победителем окружного конкурса «Музейный Олимп Югры», а Елена Ермоленко, автор экскурсионной экспедиции по улице памяти, получила диплом лауреата второй степени. По словам Елены Александровны, слово «экспедиция» говорит само за себя. Это поиск чего-то утраченного, интересного. Благодаря этой программе «Почему экспедиция» мы именно говорим о героях тех, чьи подвиги нам неизвестны. О тех подвигах, которые ни в книгах не прописаны, ни в учебниках, да, о них практически нет информации. Это те подвиги, о которых мы уже узнали спустя много лет, благодаря инициативе и местных краеведов, и местных жителей. Поэтому вот даже в моей истории есть, да, такие подвиги, о которых мне рассказывала моя бабушка, которая была очевидцем. Проходя по улице памяти, посетители музея видят черно-белые фотографии, запечатлевшие разные эпизоды Великой Отечественной войны. Предметы солдатской утвари, плакаты времен далеких сороковых, копию победного знамени, наспех сколоченный стол. Все это не может не вызывать интерес к экспозиции. Да и рассказ самого экскурсовода захватывает любопытными фактами и историями. Лангипасский музейно-выставочный центр входит в топ-лучши в Ханты-Мансийском округе. Это отмечала и губернатор Югры Наталья Комарова. Новые победы лишь подтверждают это. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров. Наши города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова